Бритва подготовлена под заказ коллекционный экземпляр, штучный, можно сказать. Выпущены они были малой партией в 80-х годах. Бритва производства Дово из редкой серии, серия Ренессанс. Выпускалась с 1980-х по, ну, по крайней мере по 2006-й, может чуть позже еще делали. Ну, вот этот вариант один из самых первых, один из самых ранних Ренессансов. Винтаж, 80-е годы, надпись Ренессанс, гравировка глубокая в позолоте, изображение двух мечей. Вот, и на Эдле можно видеть клеймо с фамилией мастера, который, вероятно, эту бритву сделал. Вот, есть, как минимум, пять вариантов Ренессансов старых лет, где фамилия указана разная всегда. То есть, вот тут на немецком написано мейстер, то есть мастер, вот, а второе слово фамилия. Вот, также в моем варианте тут шесть восьмых, надпись на хвостике, и с этой стороны на немецком. На бритве, кстати, что примечательно, все полностью на немецком, ничего нет на английском. Вот, и именно этот вариант, он сделан для японского рынка, для определенной японской компании. Вот, медаль в комплекте, как можно видеть, коллекционный сохран. Вот, бритва шла в таком вот силиконовом футлярчике. Вот, здесь можно видеть золинген. Вот, и там вставлена бумажка, уже ее доставать не буду, на ней есть иероглифы. Поскольку этот вариант, именно для японского рынка, предназначался здесь такого добра много. Вот, в комплекте идет вот такой вот футляр. Футляр немножко потертый, уже время все-таки, 40 лет тому всему комплекту. Тут название модели Ренессанс с двумя мечами, здесь золинген. Ну, также можно видеть инокс, нержавейка, то есть бритва из нержавеющей стали. Вот, футляр внутри оббит красным бархатом. Есть такая вот полоска для фиксации бритвы, вот в этом силиконовом футляре. И есть сертификат, сертификат, тоже полностью на немецком все. Можно видеть изображение, ну, памятник с кузнецом, символ города золинген. Вот, ну, и сам, как бы, сама панорама на город. Вот, здесь можно видеть подписи некоторых сотрудников завода ДОВА. Вот, а кто это такие, написано иероглифами. То есть, иероглифами японскими написана должность, вот, ну, подпись уже на немецком. Такой вот интересный комплект. Это все было упаковано в обычный картонный футляр. С одной стороны золинген, с другой стороны название компании Ничири. Ничири – это японская компания, известная в те годы, в 70-е, 80-е, своими опасными бритвами, которые они делали из шведской стали, и ремнями для правки бритв. Вот, ремни Pelican, если кто знает. Вот, видимо, эта компания заказывала у ДОВА в те годы партию бритв для себя, потому что, если здесь прочесть, перевести, вернее, вот эти вот иероглифы, которые по низу идут, вот, здесь написано, что это специальная партия, предназначенная для какого-то новогоднего магазина подарков в Японии. Вот, такая вот бритвка, сейчас я с нее сниму медаль. Вот, замечательная комплектация, полная, вот, ну и состояние бритва. Несточенная бритва, в шикарном состоянии, попала ко мне с заводской заточкой, можно сказать. Вот, я ее переточил, такая вот у нее выборка, ближе к полной. Вот, причем, как у Хердоров, здесь такое вот утолщение идет, кромки и опять сужение. Я вот картинку вставлю, покажу, чтобы было понятно, на чем я говорю. Вот, ну, поедет в новую коллекцию. Ручка пластик, пластик под слоновую кость. Так тогда было принято делать. Ну, вот, внизу такие вот металлические или из какого-то сплава сделанные, ну, как окоемки, расклеп. Вот, надпись Золинген, герб города Золинген. Есть третий пин для жесткости. Вот, ну, и верхний пин. Все оригинальное, ничего не разбиралось. Все именно в таком состоянии было изначально. Ну, да, тут еще есть уникального, интересного спинка. Резная спинка с таким вот узором красивым. Он закрывается ровно, четко посредине. Во всех положениях нормально фиксирует. Вот, фиксируется и не падает в бритье, в принципе, должно доставить удовольствие. Раньше, давно, еще в те годы на Дову делали неплохо. Тем более, вот эти вот спецпартии, сделанные малыми тиражами, вот, они очень-очень интересны были. Тут великолепная слесарка, шикарная геометрия. Вот, вообще не сравнить с теми Дову, которые, вот, сейчас на заводе делают с кривыми пятками, обратными улыбками. Здесь все просто на высшем уровне, можно сказать. Вот, и сама сталь. Даже если это не ржавейка, тут, как бы, на самой бритве ничего нету на клеймах об этом. Только вот на футляре, вот этом красном, в котором оно лежит, написано «Инокс». Даже если это не ржавейка, она точится очень быстро, правится очень быстро на ремешке. Сталь хорошая, склонности к сколам нет, то есть она не перекаленная, как сейчас делают. Вот, хороший классический немец с выборкой, как у Хердеров, вот этой вот, с грибочком на конце. Вот, в бритье должна радовать. Заточена с одним слоем изоленты, будете править на ремне, как обычно, бритву. Без давления, вообще, просто подольше, кругов 30-40 надо. Ну, и она будет готова к бритью, в принципе. Вот, ну, по тестам все отлично. Ну, все, такой вот комплектик коллекционный. Отправлю, там уже как договоримся. Подписывайтесь на мой канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!